Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Изюм, отвоеванный украинской армией. Это часть нашей истории, сказал он, оглядев разрушение. Евросоюз обещает Украине помощь деньгами и оружием, а России санкции. Речь Урсула фон дер Леон в Европарламенте была посвящена в основном войне. Лондон встретил королеву дождем. Гроб с ее телом привезли в Букингемский дворец, откуда его доставят в Вестминстер-Холл. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими официальными лицами посетил отвоеванный город Изюм. Это один из нескольких ключевых пунктов, взятых под контроль украинской армии в ходе молниеносного контрнаступления в последние дни. Российские войска вытеснены с обширной территории, которую они оккупировали после начала вторжения в Украину в феврале. Зрелище вызывает шок, сказал Зеленский. Но меня это уже не удивляет, потому что мы уже видели подобные картины в Буче и на других освобожденных территориях. Так вот, то же самое и здесь. Разрушенные здания, убитые люди. Это часть нашей реальной истории и часть современной сегодняшней русской нации. Но это также означает, что вместе с нашей армией сюда возвращается жизнь. Россия захватила Изюм и другие украинские города в основном в результате массированных бомбардировок. И последствия этого в полной мере проявились, когда Украина вернула над ними контроль. Захватчики оставили после себя следы разрушений. Население сообщает о массовых грабежах. Украинская сторона говорит, что располагает свидетельствами о возможных военных преступлениях, сообщая о том, что в нескольких местах были найдены останки убитых мирных жителей. Некоторые со следами пыток. Тема войны преобладала в речи председателя Еврокомиссии о положении Союза. Урсула фон дер Лейен прибыла в зал Европарламента в Страсбурге в сопровождении супруги украинского президента Елены Зеленской. Депутаты устроили им овацию. Фон дер Лейен заверила, что Европа останется единой и в своей решимости поддерживать Киев деньгами и оружием. Немка подчеркнула, что еще долго будут оставаться в силе санкции ЕС против России, с которой, по сути дела, идет многоплановая война. Это война за нашу энергию, война за нашу экономику, война за наши ценности, война за наше будущее, сказала глава Еврокомиссии. Автократия противостоит демократии. Я остаюсь здесь с убеждением, что благодаря нашему мужеству и солидарности Путин потерпит неудачу, а Европа победит. Фон дер Лейен назвала сопротивляющихся украинцев героями и признала, что Европа должна была отреагировать на агрессию против них раньше. Один из уроков этой войны нам нужно было слушать тех, кто знает Путина. Председатель Еврокомиссии отметила, что война оказывает сильное влияние на союзную экономику, подстегивая инфляцию. Она объявила о реформе энергетического рынка, одна из задач которой – сделать цены на газ и электроэнергию независимыми друг от друга. В краткосрочной перспективе предлагается обложить налогом компании, получающие неожиданный куш. В нашей социальной и рыночной экономике прибыль – это нормально, это хорошо. Но в нынешнее время неправильно получать рекордно высокие доходы от войны и за счет наших потребителей. В эти времена прибылью необходимо делиться и направлять ее тем, кто в этом больше всего нуждается. Самые громкие аплодисменты депутатов вызвало обязательство главы Еврокомиссии покончить с коррупцией и отстоять верховенство права, а затем требовать этого от Украины. Если мы хотим, чтобы нам доверяли, когда мы просим странных кандидатов укрепить свою демократию, то мы также должны искоренить коррупцию у себя дома. Урсула фон дер Лейен также представила ряд предложений по поддержке малых и средних предприятий и переходу с ископаемого топлива на водород и возобновляемые источники энергии. По ее словам, это два ключевых элемента для снижения зависимости Евросоюза от импорта нефти и газа. Институт изучения войны сообщает, что впервые с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года Кремль подтвердил свое поражение в Харьковской области. Прежде Москва никогда не признавала поражение России в районе Киева, а затем и на острове Змиины, называя это либо жестом доброй воли, либо приоритетом так называемого освобождения Донбасса. Давайте посмотрим на текущую информацию о ситуации на местах. Украинское контрнаступление продолжается по всему Харьковскому региону, это северо-восток Украины. А линия фронта на востоке Украины сейчас приближается к границам территории, на которую претендуют самопровозглашенные пророссийские сепаратисты из так называемой Луганской Народной Республики. По словам украинских властей, сейчас идет штурм Лимана, а затем последует наступление на Сиверск. По словам самопровозглашенных лидеров этих террористов, Лиман остается в их руках, а ситуация в этом районе Донбасса стабилизировалась. Также контрнаступление продолжается на юге Украины. В Херсонской области ведутся бои на границе Херсона с двумя соседними областями из Николаевской области, а также на севере в направлении Херсона. Что касается контратаки на юге, то здесь меньше информации и подробностей о том, что происходит на местах, но украинские власти говорят, что контрнаступление продолжается. Самые кровопролитные боестолкновения на Южном Кавказе с момента завершения 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией. Выступая в парламенте, премьер-министр Никол Пашинян заявил о 104 погибших армянских военнослужащих. Ранее Баку сообщил о 50 убитых азербайджанцах. Минобороны Армении обвиняют соседнюю страну в обстрелах населенных пунктов, которые находятся непосредственно на армянской территории, а не в Нагорном Карабахе. У этого конфликта не может быть военного решения. Мы настоятельно призываем воздерживаться от любых дальнейших военных действий. Мы также призываем руководство обеих стран восстановить прямые линии связи по дипломатическим и военным каналам и возобновить переговорный процесс для разрешения кризиса. В Госдепартаменте заявили, что беспокоены сообщениями о стрельбе вдоль армян-азербайджанской границы, а также об ударах по гражданской инфраструктуре внутри Армении. В Баку утверждают, что были вынуждены отвечать на провокации и диверсии с армянской стороны. Азербайджан отрицает, что его вооруженные силы вторглись на территорию Армении. Оставив позади шотландское солнце, дождливым лондонским вечером, гроб с телом королевы прибыл в Букингемский дворец. Считается, что это было наименее любимое место жительства Елизаветы II, но задержится она там в последний раз ненадолго. Ровно в 14.22 по Гринвичу процессия с участием Карла III и членов королевской семьи отправится в Эстмастер-Холл и прибудет туда в 15 часов. Гроб с телом Елизаветы в сопровождении принцессы Анны доставила из Эдинбурга военный борт. Единственная дочь королевы во вторник опубликовала трогательное послание. Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей дорогой мамы. Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в последний путь. Быть свидетелем любви и уважения, проявленных столькими людьми за эти дни, было одновременно удивительно и воодушевляюще. Король Карл и королева-консорт Камила, которые сейчас находятся в Лондоне, ранее посетили Северную Ирландию в рамках турне по Великобритании в качестве монаршей Читы. Они встретились с политическими лидерами, присутствовали на службе в соборе Святой Анны и приветствовали толпу. Я очень горжусь тем, что я здесь сегодня и надеюсь, что мы сможем увидеть, как король Карл продвинет вопрос Северной Ирландии и создаст условия, при которых мы сможем обеспечить мир на этих островах для будущих поколений. Я смог пожать ему руку и передать шарф от Ассоциации скаутов Северной Ирландии. И он был очень благодарен, подошел к следующему человеку. Он был очень дружелюбен. Лондон готовится принять сотни тысяч британских подданных и туристов в эти дни, кульминацией которых в понедельник станут похороны королевы. Госдепартамент США обвинил Россию в подкупе чиновников и политиков более чем в двух десятках государств. В заявлении ведомства сказано, что на расширение влияния в Центральной Америке, Северной Африке, Азии и на Ближнем Востоке Москва потратила более 300 миллионов долларов с 2014 года. Кремль ранее неоднократно отвергал обвинения в вмешательстве во внутренние дела других стран, представляя их как игру на публику. Тверской суд Москвы назначил повторно 15 суток административного ареста Леониду Гозману. За последние три месяца его задерживали уже 4 раза. Сейчас Гозману предъявили обвинение за пост в своем блоге, где он сравнил действия военнослужащих НКВД и СМЕРШа с работой подразделений нацистской Германии, Гестапо и СС во время Второй мировой войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова